приветствую вас на канале Данил сегодня мы рассмотрим линейку внутренних фильтров акваэль фан 1 2 и 3 не участвует у нас только фан микро и фан мини в принципе некоторые зрители могут сказать что мы нашли про что снимать фан фильтры акваэль уже известны абсолютно всем так вот они никогда не смогут быть известны абсолютно всем потому что всегда существуют аквариумисты новички и те кому что-то непонятно по модели так вот если вам не интересно то просто выключить это видео и не смотрите дальше потому что сейчас будем рассказывать про фильтры которые известны но практически всем опытным аквариумистом поехали значит фильтры серии фан как я уже назвал включает в себя 5 моделей начиная от микро которая предназначается для аквариумов до 30 литров фан мини до 60 литров фан 1 до 100 литров фан 2 до 150 литров и фан 3 до 250 литров аквариумов они отличаются производительностью по корпусу они близнецы по комплектации они близнецы у всех есть кронштейн фиксационный всех одинаковое строение головы если что могут быть разного диаметра выходящие отверстия напора воды ну и собственно говоря голова фильтра там стакан они могут отличаться по размеру это даже понятно сразу по коробкам я специально собрал их главные три модели из всей линейки чтобы максимально наглядно показать этот линейный ряд от бренда аквариум и так сейчас я вам прочь иди открываю сейчас мы достали из коробки фан 1 у него в комплекте идет шлангочка подсоса воздуха пакет с пенсационной панелью на стекло три сосками кронштейном посмотрю может в других моделях кронштейн не запечатанный в полиэтилен гарантийный талон техпаспорт вот в таком вот газетном газетной манере ну как по большинству и техники аква или не помню я не книжечка везде вкладывают такую инструкцию здесь есть перевод на русском то есть за это не переживайте инструкция достаточно схематическим все расположено мы в принципе что самое интересное эти фильтры крайне просты и они интуитивно понятны и тут мало что можно напутать сейчас мы об этом всем отдельно пройдемся фан 2 тот же набор тот же кронштейн и фиксационная панель подписки она уже реально больше это уже видно на глаз конкретно та же самая шлангочка сам фильтр и он уже реально больше извините это я достал фан 3 немножко перескочил порядок но от этого суть не меняется тот же карантин эталон и фан 2 не буду нарушать заводскую упаковку прикреплю к этому видео вот по этой ссылочке можете перейти и посмотреть как в видео по акваэльпат мини фильтру я подключаю его на кронштейне кронштейн тот же самый вообще точно такая же деталь и подсоединение у него такое же а тут мы уделим максимум внимания серии фан и именно особенностям связанным с этим модельным рядом как я и говорил они между собой близнецы не знаю что разного размера каждый по-разному вырос кстати фиксационные панели в комплекте одинаковые у фан 2 и фан 3 присоски одинаковые дальше сравнивать уже остается только по флажку распределителя потока у фан 3 он реально больше по диаметру это я вам потом покажу по диаметру выходящего отверстия но помимо того что он глянцевый корпус у фан 1 полностью весь выполнен деталь стакана у нас является цельно литой и не разбирается ее можно просто снять от корпуса для того чтобы снималась она безобидно и без вреда для корпуса пока она новая она будет кстати тула сниматься вот он у вас собранном состоянии для того чтобы его снять вы немножко делаете вот так внутри там происходит очень легкий щелчок то есть не надо дальше вы можете сломать и после этого с ним легко разнимаете эти две детали внутри у нас крупнофористая губка на вот таком вот пластиковом штоке именно на фан мини фан 1 у меня чаще всего при обслуживании этих фильтров вот эта модель вот эта панелька вместе с штоком вылетала но это ничего страшного в принципе она чаще всего остается вот так вот в губке в полу вытянутом состоянии но просто обращайте на это внимание чтобы она не потерялась или не повредилась у вас дальше не стоит переживать за то что у вас может выпасть ротор потому что он под фиксатором роторное гнездо она защищена вот эта панель она открывается только после поворота вот видите продается как отдельная запчасть кстати по акваэлю достаточно неплохое снабжение по запчастям вплоть до мелочей там роторы сменные губки чаще всего комплектом по две штуки ротор у нас внутри на металлической оси помимо самой надежности этих фильтров и долговечности как то который но в принципе вы можете найти информацию на любом из форумов русскоязычных польскоязычных англоязычных фильтром этим они в продаже уже очень много лет это более чем проверенная репутации линейка внутренних фильтров ну и ну надежность это явно их не их не плюс их не так сказать сильная сторона металлическая ось для тех кто любитель расспрашивать какая же оси внутри фильтра есть люди которым это очень важно отвечаю фан один это металлическая ось закрываем гнездо смотрим чтобы с той стороны а то я сразу с обратной вот так вот она становится тут щелчков никаких нет просто упирается в свои разъемы роторная панель и роторная крышка и держится после этого шток попадает в свой разъем ну он можно сказать после того как вы попали собраны пока оно новое фиксация будет достаточно туго происходить у вас я с третьего раза попал наделась зафиксировалась снимается гораздо легче чем одевается крупнопористая губка я вам перечислял какая модель под какой объем так вот фан один рассчитан до 100 литров по 60 до 100 пишет производитель так вот вот на на 100 литра вот как вы думаете этой губки будет достаточно мнение я думаю разделяться но большинство не надеюсь со мной согласится что этой губки ну слегка маловато чуть-чуть не буду пока закрывать вот так вот оставляю рядом со стаканом фан 2 сравниваем у нас одинаковые диаметры выходящего отверстия корпус головы конечно же другой открывается точно так же новенький свеженький тут та же самая история шток остался у меня в стакане роторная крышка на голове губка уже больше шток тоже больше принцип тот же пористость губки та же самая фан 2 у нас рассчитан для аквариума до 150 литров ну вот уже такая губка как бы тоже недалеко ушли отличительным моментом стакана уже по фан 2 является то что эта решетка снимается и это очень полезно потому что со временем от эксплуатации сюда попадает много ила грязи ну и классно вот эту штуковину хоть изредка снять промыть здесь будет предостаточно чего вымыть принцип кстати стакана я вам еще не рассказал до сих пор вот он у вас собранный пропускные отверстия вот прорези как сказать решетка через них поступает вода из аквариума в фильтр по пути к фильтрации фокус в том что сняв эту решетку вы видите дальнейшее уточнение следования воды через фильтр так вот единственное отверстие через которое вода поступает во внутрь фильтра она находится вот здесь вот это вот прорезь вот это и вся пропускная способность этого фильтра вот все что он в себя пропускает проходит через вот эту прорезь других отверстий в стакане больше нет вот это не настоящее количество отверстий пропускных это фальш решетка которая ну помогает вам что самое интересное помогает вам вынимать стакан с фильтрующим материалом внутри и при этом максимально не пропустить грязную воду с губкой назад в аквариума так как это крупно пористая губка она легко выпускает из себя грязь назад после того вы выключили фильтр и начинаете вынимать ее из воды куча грязюки вылетает в аквариум это большой плюс минус то что не слишком большой не слишком большая пропускная способность но она производителя аквариум устраивает потому что у нас очень маленькая губка при этом мое мнение что слегка завышенные цифры соответствия к рекомендуемым аквариумом ну то есть вот примеру фан 2 вот пишут что до 150 литров мне что-то подсказывает что скорее всего фан 2 потолок до 100 литров это если у вас не будет перенаселения но кто не верит проверьте на практике увидите часто сталкиваемся с ситуациями когда клиент говорит что фильтр не справляется у меня постоянно плавает муть в аквариуме выясняется что это у него у клиентов фан серия и клиент просит предложить ему какое-то средство препарат кондиционер с помощью которого он уберет муть и взвесить аквариум на самом деле решение гораздо проще просто вы снимаете стакан вымываете его и складываете в тумбочку под аквариум губку туда же вам пригодится шток и приобрести вот дополнительного к примеру вот такую губку они продаются меньше меньшего диаметра большего но вряд ли надеваете сзади можно немножко подмять под манжет чтобы она идеально села и уже через сутки вы удивитесь качеству процесса фильтрации насколько стал лучше работать ваш фильтр просто от замены фильтрующего материала это не панацея и понравится не абсолютно всем кому-то очень понравится кому-то нет ну то есть решайте сами но попробовать стоит если у вас будет проблема с недостатком фильтрации от достаточно надежного и проверенного времени фильтром фильтра аналогии таким же образом разбираем фан 3 здесь та же самая фальш панель такое такая же просто чуть крупнее точно также разбирается корпус точно также остается шток вместе с губкой внутри корпуса губка уже больше пористый стажа ну то есть ситуация повторяется и то же самое будет кстати фильтре фан мини там тоже будет крупно-пористая губка принцип прохода воды такой же как я вам рассказал на фан 2 он касается абсолютно всех моделей серии фан роторную камеру раскрываем внутри у нас ротор на металлической оси то есть вся фан-серия на металлической оси и кстати я не сказал ось несъемная во всех моделях и вообще вся фан-серия ось несъемная если вы повредите ось внутри головы скорее всего придется менять голову а учитывая цену на эту запчасть возможно вы уже будете приобретать долл другой фильтр ну каждому своем так смотрим на пазы также не в любом положении можно закрыть нужно именно вот в третьей серии в третьей модели вот на роторные крышки тут такие насечки они должны соответствовать к этому указателю тогда она у вас закроется спецификой фан серии является то что элемент откуда выходит напор воды и который концентрирует его в определенном направлении является съемной деталью и верхняя рукояточка вот которая похожа просто на краник регулировки на самом деле фиксатор этой этого колпачка что не очень приятно потому что со временем аквариумисты которые злоупотребляют регулировкой вот этой вот штуковинки ее разбалтывают и со временем этот фиксатор плохо держит колпачок после того как он отвечает плохо держать напор воды немножко приподнимает колпачок начинается петь и со всех сторон вплоть доходит вплоть до того что колпачок просто не держит на корпусе не на корпусе слетает ну и получается беспорядочный поток воды из фильтра ну заканчивается поиском либо сменного колпачка либо решаете какими-то своими талантами инженерными мыслями либо приобретается новый фильтр для того чтобы снять поворачиваем полностью если не ошибаюсь в минус да поворачиваем полностью в минус и делаем еще небольшой оборот вот этого колпачка и он у нас буквально выскакивает из корпуса внутри у нас вот такая перегородка сейчас я вам сымитирую ситуацию настройки что происходит когда вы пытаетесь настроить вот этот колпачок попадает свой разъем вы производите манипуляции вращения и вот эта перегородка начинает вращаться и больше перекрывает ход воды или меньше это момент регулировки касается всей фан-серии затем для того чтобы собрать если уж вы разобрали его до этого момента обратите внимание когда вы будете вставлять этот колпачок на каком положении он у вас будет находиться по смыслу то есть перехородка будет полностью открыта или полностью закрыта здесь обращайте внимание на плюс и минус только тогда вы сможете его собрать иначе он не будет садиться а если и сядет то значит вы передавили соединение и это явно отразится на разбалтывание и более короткой службе этого узла запчасти итак смотрим на положение в моментах где у нас происходит такое трещание это значит диапазон настройки кстати за ним вы не сможете поставить потому что он не обращен не вращается на все 360 градусов и снова по кругу у него есть лимит движения я оставляю на полном максимуме надеваю колпачок кстати положение этой крышки ни на что не влияет она проворачивается вокруг настраиваемой детали с настраиваемым основанием она проворачивается вокруг и не влияет на настройку то есть ей вы выбираете просто направление течения на 180 градусов теперь я ставлю на полный максимум но при этом чтобы провернуть колпачок нужно придерживать серую рукоятку настройки туда можно вращать и направлять по комплектации там из запчастей которые у нас были в пакете есть флажок направляющая которая будет как козырьком под настраивать течение и тоже проворачивается вокруг своей оси можете немножко нювелировать течение также акваэль рекомен предлагает что вы можете приобрести к этим устройством дополнительные устройства как ультрафиолетовые стерилизаторы тут это кстати будет все расписано на упаковке тут же они рекламируют сменные губки расписано диапазон движения кронштейна фиксационного который на стекло фиксирует фильтр максимальное раздвигание кронштейна 4 и 7 десятых сантиметров то есть 47 миллиметров также можно приобрести в ком да как дополнительное устройство флейту распределитель потока выглядит она вот так подходит под всю фан серию вот фан 1 до фан 3 точно за маленький практически уверен полностью но что самое интересное на маленькие модели она вам просто не пригодится там и так слабый поток и маленькие модели устанавливаются на малых объемах аквариумов и что ну что следовательно вряд ли вам пригодится флейта она во первых будет слишком громоздкой она вряд ли даже вам пригодится для фан 1 я бы ее рассматривал для моделей фан 2 и фан 3 в ситуации когда течение от фильтра слишком сильное и ну мешает то есть она сносит рыбок портит внешний вид растений то есть она слишком трепает одним уточнением является то что у фан 1 и у фан 2 одинаковый диаметр выходящих отверстий а у фан 3 она реально больше так вот фиксационные детальки от флейты код товара который сто пятьсот то есть один ноль ноль пять ноль ноль в случае с фан 1 и фан 2 будут фиксироваться поверх этих выходящих отверстий то фан 3 примет соединитель вовнутрь на этом все флейта является сборной в комплекте у нее идут уголки идут присоски которые на стенку аквариума будут фиксироваться и звенья вы сами выбираете количество звеньев сколько вам нужно можете максимализировать минимизировать на ваше усмотрение очень удобная штука рекомендую реально часто выручала в остальном самое интересное самое главное что я хотел сказать это то что если вам не хватает фильтрации помните что вы можете увеличить фильтрующий материал и не обращайте внимание что вы его не запихнете во внутрь корпуса как я вам уже показал на всех моделях есть вот такой шток я вам показывала на примере фан 2 то же самое делается из фан 3 но это глупо кстати под размер примерно фан 3 тут у нас 10 диаметр и 20 высота я не хочу сказать что я фанат этой серии фильтров но они реально проверены временем имеют массу поклонников позволяют не которые усовершенствование как и по заводским доу комплектациям так и покупки как я вам уже показал они более чем надежны на них действует также заводская гарантия от аквариум на данный момент такой гарантии на них есть запчасти модельный ряд выпускается уже достаточно немалое время и на него все это время выпускаются запчасти и они есть наличие и это плюс если что-то осталось недорассказанное пишите вопросы и замечания и предложения в комментариях если понравилось данное видео не забудьте нам поставить лайк если хотите видеть наши новые видео подписывайтесь на наш канал и ставьте колокольчик и до скорых встреч пока пока-пока